Вопрос, как стать богатым в GTA Sam? Сейчас расскажу. Данный видеоролик, я думаю, будет полезен многим, на что я, в принципе, и надеюсь. Перед просмотром, обязательно не забудь поставить им лайк и, самое главное, обязательно подпишись на мой канал. Поскольку, когда я вижу то, что более половины всех людей, которые смотрят мои видеоролики, смотрят их без подписки, меня охватывает полнейшая грусть. Так что, если ты еще не подписан, то обязательно подпишись. Всем желаю приятного просмотра, ну а тем кто кушает, приятного аппетита. Сразу говорю, то что в этом видеоролике не будет никакой лишней воды, я буду рассказывать о самых главных таких аспектах, которые нужно соблюдать, чтобы, то есть, развиваться максимально быстро и максимально эффективно. Первым делом, вот только вы начинаете регистрацию. Чтобы вам на халяву на пятом уровне пришло 300 тысяч, обязательно указывайте никнейм Sergio Revas, в качестве того, кто вас пригласил в эту игру. Это все позволит вам на пятом уровне получить халявные 300 тысяч. После того, как вы зарегались и появились на вокзале, подходите к начальному боту и выполняете его квесты. Они не сложные, но довольно-таки важные. Данные квесты позволят вам получить документы по типу паспорта, воительских прав, за выполнение вы также получаете экспишки, то есть, прокачиваете свой уровень в ускоренном темпе, немного денег, ну и по окончанию выполнения, самое главное, вы получите випку на пару дней, ну а также доступ к черному сундуку, который находится в вашем интере, открывая который каждые 2 часа, вы сможете получать халявные рулетки. В процессе выполнения каких-либо квестов, обязательно заедите на район Кулио Банды и вступите в нее. В Банды принимать с первого уровня, то есть, вот только вы зарегались и вы уже можете спокойно в нее вступить. По большему счету, это вам нужно сделать для того, чтобы получать зарплату каждой ПД. В Бандах сейчас очень хорошие зарплаты, каждый ПД вам будет на банк капать какая-то денежка, я думаю, лишней она вам точно не будет. Что еще очень хорошо, находясь в Банде, вас никто особо дрючить не будет, потому что такая, так скажем, вольная, свободная организация, вы можете заниматься чем угодно, никто особо за вами бегать и наказывать вас не будет. Касаемо работ, которые я могу посоветовать на начальном этапе, это фермы. Заходим в КПС, далее фермы, и вот их, то есть 5 штук, можете любую себе отметить. Не путайте эти фермы с фермой сборная хлопка. Очень большой плюс сейчас работать на ферме заключается в том, что там выпадает кусок редкой ткани, который сейчас стоит просто кучу денег, так как он требуется во многих крафтах. За каждую единицу данного ресурса вам игроки на странном рынке спокойно по 1100, так скажем, дадут. Работа вообще, то есть, несложная, вы поэтапно выращиваете какой-либо урожай, получаете хорошие деньги и лутаете редкую ткань, которую далее продаете другим игрокам на странном рынке. На данный момент это самый наилучший вариант, где начинающие игроки могут заработать хорошую сумму денег. Даже имея первый уровень, на данной работе пару лямов вы сможете спокойно сделать. Когда вы достигнете третьего уровня, обязательно найдите семью. И самое главное, чтобы она была со всеми улучшениями. Находиться в прокачанной семье в данной игре очень важно, поскольку семья дает кучу улучшений, повышенные зарплаты на всех работах, ускоренная прокачка уровня, топовые различные бонусы и многое-многое другое. В общем, семья, это вот реально очень важно, когда только получаете третий уровень, сразу, не знаю, кидаете объявления, пишете в чат рабочих, в чат своей организации, то, что вы нуждаетесь, так скажем, ищите себе семью. Прокачанных семей в этой игре очень много и рано или поздно с вами свяжутся и вас примут. Находясь в банде, находясь в топовой семье, не забывайте обязательно проходить батл пасс. Выполняя довольно-таки простые задания в этом батл пассе, вы получаете очень крутые награды. До пятого уровня батл пасс будет бесплатным, далее он будет стоить 2000 донат монет. Выполняйте общие задания, фракционные, ну а также рабочие. Касаемо того, вот что, допустим, делать, если у вас нет возможности донатить реальные деньги в эту игру, данный проект позволяет каждому, даже не закидывая реальные деньги, зарабатывать донатную валюту. Из самого такого максимально эффективного, что можно делать и получать донатные монеты, это выполнять ежедневные квесты. Из такого, что выполняется очень быстро, я посоветую такие квесты, как таксиста, механика, ну а также автобусника. Квесты довольно-таки простые и при этом позволяют зарабатывать донатные монеты. Помимо этого, чтобы получить донатную валюту, можно открывать рулетки, контейнеры на аукционе контейнеров, подарки у бота, которые находятся у центрального банка. Или, допустим, самое простое, покупать напрямую у бота по 50 тысяч за одну донат монету. Если у вас очень много денег и вам нужно, то есть много закоинов, вы можете спокойно обменять свои верты на донат монеты. Помимо всего этого, на сегодняшний день на Аризоне есть такая работа, которая позволяет зарабатывать только донат монеты. Единственное, у данной работы есть очень серьезный нюанс, как пиратство. Все, что вы делаете на данной работе, это покупаете бочки в одном месте и продаете их в другом. Покупаете по 12 донат монет, продаете по 15. Но если другой игрок вас убьет, он может спокойно забрать ваши бочки и продать их, то есть тем самым все азыкоины, которые вы потратили на закупку, вам уже никто не вернет. Шанс того, что вас ограбят реально высок и очень легко потерять все, что вы заработали. Поэтому, ну, чисто мой совет, если вы новичок и довольно неопытный игрок, работать здесь я не советую. И самого такого главного, на что я посоветую купить азыкоины, это купить обычный батл пасс. При условии того, очень важно, если вы играете очень часто, то есть, ну, минимум, там, не знаю, там, от 5 часов в день, тогда да, покупка батл пасса имеет смысл, вы его определенно окупите. Но если вы играете мало, то покупать у него нет никакого смысла. Лучше потихоньку, по чуть-чуть копите свои азыкоины на премиум випку. Если вам не хочется долго копить, то можете купить чуть похуже випку, титанку, она тут гораздо дешевле. Но сразу говорю, если вы планируете на этом проекте играть довольно-таки долго, то лучше сразу копить на самую лучшую випку, чтобы не потратить лишние азыкоины. Из такого самого, что вот обязательно тоже каждому рекомендую, когда на проекте выходит какое-либо обновление, будь то Хэллоуин, Новый Год, там, Пасха, летние обновления, постоянно появляются сезонные квесты. Элементарно, на квестах нового года, выполнив которые, можно было заработать суммарно 2500 азыкоинов. И поэтому, как только выходит обновление на Аризоне, я каждому настоятельно рекомендую выполнять данные квесты. Тем самым, сможете залутать очень хорошее количество донатных монет. Получив пятый игровой уровень, любители халявы, информация для вас. Если вы играете на моем сервике, вы можете спокойно зайти в МН. В разделе промокод вы можете ввести мой промокод, хэштег Реваз, который даст вам на халяву 720 тысяч. Это максимальная сумма, которую можно получить при вводе коврива промокода. Косема вообще, в принципе, работ, которые здесь существуют. Из всех работ, которые здесь есть, самая лучшая, самая топовая, считается работа пилота. Доступна она с 19-го игрового уровня. Для того, чтобы максимально эффективно зарабатывать на данной работе, сразу говорю, на ней можно зарабатывать больше 10 миллионов, там может быть даже 15 миллионов за один час. Но зарабатывать такую сумму можно, если вы находитесь в прокачанной семье, если вы работаете на кастомном самолете, и если у вас максимально прокачан скилл пилота. Косема первого и второго, это вполне решаемо. Косема скилла тут уже посложнее. Его либо нужно качать самому, просто выполняя рейсы, будучи пилотом. Либо можно купить за дна, за довольно-таки немаленькую сумму. Кастомные самолеты пилота можно взять спокойно в аренду. Для этого достаточно просто в чат организации, в чат семьи, в чат рабочих пилотов написать о том, что вы нуждаетесь, вам нужен кастомный самолет и вы готовы взять его в аренду. Брать стоит только на такое количество часов, которые вы реально готовы отработать. Находясь в прокаченной семье и имея кастомный самолет, вы будете зарабатывать в час от 5 до 10 миллионов. С каждым рейсом вы будете получать фиксированную зарплату, ваш скилл пилота будет качаться и ваша зарплата будет расти. Ну а также, помимо этого, что самое главное, у вас будет шанс получить ларец пилота. Данные ларцы считаются самыми лучшими и самыми дорогими и продают их по 1,5 миллиона. Открывать их я не рекомендую, лучше продавать и другим игрокам на центральном рынке. По имму пилота, если у вас есть доступ летать на серверовой сети, вы можете работать выделем автобуса и зарабатывать в час до 10 миллионов, даже не имея никакого скилла. Все, что вам нужно, это иметь просто кастомный автобус, который также можно арендовать у других игроков. За каждый рейс, который совершается довольно быстро, вы получаете рандомные ларцы, ну а также получаете фиксированную хорошую зарплату. Данная работа на этом сервере будет гораздо проще, нежели это, скажем, пилот. По имму данных способов заработка, еще очень хорошую сумму денег можно заработать, будучи нефтевозом. Нефть возить можно до 10 уровня, все, что вам нужно, это иметь лодку. Купите вы можете ее либо в магазине лодок, либо у других игроков. На данный момент, после последнего обновления, если вы будете возить нефть в Vice City, вы сможете за один рейс получить около 6 миллионов. Но единственная проблема заключается в том, что ездить туда можно только раз в 2 часа. Так что обязательно, каждому рекомендую, раз в 2 часа эту нефть возить. Раз в 2 часа работайте нефтевозом, комбинируйте либо с автобусниками на Vice City, либо просто с фермой, либо с пилотами. Работайте там, где вам по кайфу. По факту, все эти работы топовые и приносят очень хороший доход. Но тут больше важно то, где вам нравится работать больше всего. Если, допустим, работать вы устали и хотите как-то отдохнуть, вы можете спокойно, зайдя в КПС, с пути со вниз, далее зайти в ячейку мероприятия. Мероприятия проходят довольно-таки часто и на них можно заработать тоже очень хорошие деньги. И теперь такой момент, я думаю, многие слышали такое выражение, как «Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей». Находясь в какой-либо организации, в той же банде, которой вы будете, либо на какой-то работе, обязательно пользуйтесь своими чатами, которые у вас есть. Общайтесь с другими игроками в своей организации, учитесь быть более коммуникабельными. Не стесняйтесь общаться с другими игроками, знакомьтесь, взаимодействуйте, зарекомендуйте себя надежным и адекватным игроком на этом проекте. И в таком случае с вами определенно будет общаться. В чате рабочих, в чате семьи, организации всегда можно найти людей для нового знакомства и дальнейшего игрового времяпровождения. Проделывая все то, что я ранее говорил, работая на самых топовых работах, ваша цель – заработать на минимум миллионов пятьсот. С данной суммой можно пойти по двум путям. Первый путь – это заниматься торговлей, и второй путь – заниматься вложениями. Касаемо первого пути, сейчас на Аризоне очень круто то, что можно выставить лавку на странном рынке и пойти заниматься своими делами. То есть вы одновременно можете работать тем же пилотом, и одновременно у вас там будет на странном рынке стоять лавк, который будет покупать и продавать различные товары. И это на самом деле реально очень круто, то, что такое возможно. Касаемо того, что делать, допустим, если вы не знаете, по каким ценам скупать, по каким ценам продавать. Достаточно просто пройтись по лавкам других игроков и посмотреть, по каким ценам покупают они, ну а также продают. Побегаете, посмотрите, и примерная картина у вас, так скажем, вас создастся, что и сколько стоит. Ваша задача – покупать по низким ценам, продавать по дорогим. И все, ничего такого прям сверхсложного. Желательно набрать самые первые лавки, потому что там проходимость самая лучшая. Выставляете самые ходовые ресурсы на закуп, там подарки, рулетки, там ларьцы самые такие хорошие ходовые. Скупаете их и продаете, скупаете и продаете. И в принципе все. Помимо этого можно заниматься при продаже бизнесов, домов, автомобилей, но это уже позже. Как я и говорил ранее, ребят, коммуницируйтесь с другими руками, общайтесь, знакомьтесь. Множество каких-либо интересующих вопросов по игре вы сможете узнать у них, более опытных. Как сделать то, как сделать это, что сколько стоит, вам то есть подскажут, вам скажут. Поэтому не стесняйтесь, заводите друзей, знакомых, это, парни, очень важно. Касаемо второго пути, заниматься вложениями. Ну, здесь, в принципе, гораздо проще. Зарабатывайте деньги и сразу куда-то вкладывайте. Вкладывать на Аризоне можно в какое-либо имущество, по типу там домов, бизнесов. Тот же депозит, можно зафулить депозит на серверовая сеть. Можно вкладывать деньги в криптовалюту. Можно вложить деньги, сделать майк-ферму, закупить видеокарты, прокачать их. Вариантов и способов довольно-таки много. Все лучше, нежели ваши деньги просто будут у вас на аккаунте висеть и, так скажем, бездействовать. Деньги должны работать, запомните это, как в реальной жизни, так и в игре. И еще очень, ребята, важный момент, который многие, так скажем, не соблюдают. Меньше покупайте различный мусор. Всякие дорогущие, ненужные вам аксессуары, дорогущие автомобили, которые тоже вам нахрен не нужны. Запомните, то, что деньги, вложенные в себя, в свои там развлечения, удовольствия, они просто сдохнут. А деньги, вложенные в какое-либо дело, инвестируемые деньги, они как удвоются, так и утроются и так далее. Элементарно, вот, коротко говоря, вот, я играю на этом сервике уже 4 года. Куча бизнесов, которые я покупал, там, по 1 миллиарду, по 500 миллионов, сейчас стоит по 5, по 8, по 10 миллиардов. Это просто, так скажем, вот такой вот ярый для вас пример. Та же аренда буритов, которую я купил в 2019 году за 1,5 миллиарда, сейчас же на аукционе я продал ее за 8 миллиардов. Выполняя все действия, озвученные в данном видеоролике, вы определенно, рано или поздно, добьетесь большого успеха. Надеюсь же, дорогие мои зрители, очень, так скажем, на это надеюсь, данный видеоролик был для вас полезным. Если у вас остались какие-либо вопросы, вы можете написать их в комментарии данного видеоролика. Касаемо лайка, но также подписки на мой канал, я думаю, вы не забудете. В описании данного ролика я еще оставлю ссылку на свой телеграм-канал, на который вы тоже можете подписаться. В нем я опубликую очень много чего интересного, забавного, но также много всего того, что связано с моей жизнью. Всем тем, кто досмотрел данный видеоролик до конца, огромное спасибо. Всем желаю удачи.